всем привет вновь днепр на связи 30 мая 13 16 только что завершился очередной сигнал воздушной тревоги уже 3 за этот день и все они были связаны с угрозой обстрела с применением баллистических орудий днем конечно дождливый вот только-только буквально полчаса как дождик затих и можно передвигаться без зонта не слишком приятно если вы не находитесь дома пишет подписчица люблю дождь сижу дома смотрю фильмы и все зашибись если дома то тут я поддерживаю абсолютно друзья что по обстановке ночной удар по киеву шахедами официальная статистика по украине было запущено 31 шахет 29 было сбито большая их часть более 20 в небе над киевом и в киевской области вроде как сбили один и у нас как я утром сказал подтвердили это и официальные источники вот здесь целый лабиринт видите лужа грязь приходится так идти маневрировать один человек погиб вследствие атаки по киеву масса возгорания в жилых домах поврежденные автомобили сгоревшие только что кличко дал такую информацию женщина погибла выйдя на балкон посмотреть как сбивают шахеды честно не знаю кличко там рядом стоял или над за балконом следил как такую инфу тем более ночью можно получить но даже если не в этом случае то такая вероятность друзья есть то о чем я говорю это любопытство наше дурацкое может многих из нас до добра не привести что лужи тут ливневка есть ничего себе есть ливневки сделали в целом конечно передвигаться жестко что еще утренняя атака по москве российская сторона прокомментировала так как ответ за ночные уничтожения в киеве складов с тайными боеприпасами там опять патриоты уничтожили я уже не знаю сколько штук там тоже как-то тема такая интересная с этими дронами изначально говорили что более 30 их было с кучей прилетов взрывов по рублевке эти люди менталитет один что у нас снимают работу по что в москве в россии там люди снимали массово взрывы как летит куда летит все друг друга перекидывали сообщали даже сняли как работает зерка панцирь сеть попала как бы все точки или большинство из них сдано мы будем сегодня перетягивать все это дело и в общем о чем мы остановились более 30 дронов потом уже различные телеграм-каналы посчитали что и было 15 до 20 и официально коношенков там спикер министерства обороны российского сказал что дронов было 85 из них сбита ракетами а 3 заглушена там чем-то после этого кстати там в москве пропал сигнал gps связь начала плохо ловите тоже официально подтвердили что вот боятся повторной атаки чего-то там вот начали мутить сигналом подоляк советник президента официально заявил что украина не имеет к этому отношения что сами эти дроны запускались с московской области чуть ли не из подмосковья и все они китайские на одном из них статья такая решили подшутить над анной лорак она же каролина человек который прожил в украине затем уехал в россии на заработки там остался наклеили наклейку на один из дронов что анни лорак фонд помста понятное дело что она к этому не имеет отношения просто ей намекнули что никто не забыт ничто не забыто сейчас уже есть такая информация от официальных лиц что просят вас сегодня особенно ночью не игнорировать опять тревоги что они в этом подразумевают мы уже сами выяснили правило двух стен не снимать работу кого как тут пройти придется выходить на проезжую часть рисковать тут озеро имени филатова очередное в общем вот там уже российские военкоры разгоняет тему опять в ударе возмездия за что возмездие за то что по нам полетела по вам полетела знаете как аксиома война всегда возвращается туда где ее начали бытует такое мнение висит лужа нельзя скушать мокрая нога так и живем и официальная сбу только что было даже рассылочка я думаю многие из вас кто в украине получил это смс от сбу официальная сбу запретили съемку на камеры видеонаблюдения если они транслируют улицы объекты дороги промышленные объекты не дай бог военные объекты скинули ссылку на официальный телеграм-бот куда можно пожаловаться если вы знаете такую камеру которая работает и которая снимает что-то из вышеперечисленного так как эти камеры помогают российской стороне это называется боже мой раньше контролировать удары корректировать удары вот вроде хорошо отреагировали сбу быстро может кто умный подсказала полтора года полтора года эти камеры работали не корректировали сейчас закорректировали я понимаю в чем смысл дорогостоящие системы пиву эти камеры просто не показывают место расположения где что находится где откуда летит открывает карты приходится все это дело быстро перевозить менять это вам ответ почему вчера комментарии писали почему именно сейчас почему полтора года это игнорировали полтора года назад у нас не было патриотов и остальных остальных систем дорогостоящих по защите неба над украиной вернее над некоторой и частью поэтому так эти установки не все на контроле за все нужно отчитаться и все желательно сохранить в том числе для нашей с вами безопасности поэтому и взялись так четко сейчас верится с этими камерами по факту и корректировщиков не надо просто системы эти у нас уже не не первый день почему сразу за это не взялись ну это знаете как в анекдоте не помню точно смысл помню концовку когда нам к одному генералу прислали помощника а он такой тугой все делает неправильно и там постоянного поручения генерал психует говорит вот какого черта тебя ко мне прислали ты ж тупой а он и говорит генералу умным умных а меня тебя тебе что-то навеяло друзья в общем такие дела на момент записи видео тревога закончилась тихо всем вам хочу пожелать мирного дня берегите себя берегите своих близких ментальное здоровье в том числе не снимаете работу пво передвижение войск и так далее вы уже реальные сроки выносятся уже вчера один там паренек который он целенаправленно снимал работу пво передвижение войск получил пять лет тюрьмы поэтому я думаю что вам она не надо 100 человек будет снимать а вы случайно чего-то куда-то скинете и посадят именно вас бывает и такое можно могут найти как говорится козла отпущения в любом случае хорошего дня огромное спасибо за поддержку лайки комментарии репосты приятно видеть что делается не зря что это кому-то помогает какая-то полезная информация ностальгия просят показать красивые места говорят что специально я мы снимаю друзья покажу обязательно в ближайшие дни вам очень красивое место что все обзавидуются ямы вот эту грязь я снимаю не специально просто я живу и работаю в подобных местах я не виноват я не могу поехать на другой конец города чтобы снять что-то как один парень написал вот его время войны ямы показываешь вы понимаете по не время вы понимаете в чем фишка правильно сказать перепрыгнем лишь не специально их снимаю это раз а во вторых эти ямы же появились не не от бомбежки эти ямы извините меня с двухтысячных годов наверное плюс-минус появлялись появлялись и появляются все больше поэтому я не виноват что я их показываю не попадают в кадр я же не могу вот так вот давайте вот так буду видео снимать провода и небо если вам так будет интереснее ну голосуйте буду так ходить ладно это такое на злобу дня спасибо до нового выхода на связь